привет с вами иван а в руках у меня фернандес ретро рокер про это чудесная гитара сделана в китае сразу скажу тем не менее фернандес или фернандес и очень известная гитарная фирма делающие хорошие инструменты разных серий и у меня на канале есть обзор фернандес револьвер classic гитары японского производства того же бренда гораздо более дорогой гораздо более лучше это же гитара как бы из нижней серии но она стоит не особо дешево в районе 40 50 тысяч рублей московских магазинах из-за того что здесь продвинута электроника здесь стоит сустейнер что такое сустейнер вы можете посмотреть в обзоре на моем youtube канале где я собственно и рассказываю про гитара фернандес револьвер classic а этот ретро рокер про давайте-ка мы сравним сейчас по щелкаем датчиками на фоне собственно японского фернандеса точно такой же хамбакер сингл-сингл конфигурации а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Retro Rocket Pro сделан из ясеня Три куска склеены между собой Что хорошо видно через прозрачный вишнево-загорелый лак Гриф из клеона И в руках гитара полностью напоминает сквайры Сквайр Classic Vibe Сквайр Стандарт Сквайр Делюкс Очень знаменитая тоже китайского производства гитары Дочерней конторы Fender Американского большого брата В общем настолько напоминает Что у меня ощущение Что они просто на одном заводе Одними и теми же китайцами делаются И собственно здесь не самое блестящее железо Но гитара выглядит красиво Хороший профиль грифа Относительно сквайра Здесь преимущество то что лады хорошие На сквайре они какие-то тонкие и вяленькие А здесь они такие толстые, хорошие, жирные Я поиграл особо ничего не стирается Нет следов от бендов Хотя я бенды поделал, рычагом подергал Гитары держат строй И мне очень нравится какой здесь радиус накладки То есть он прям такой шреддерский Говоря о бюджетных гитарах Опять же радиус напоминает Yamaha Pacific То есть удобно Никаких проблем нет Но в отличие от Yamaha Здесь нет и острых углов Ничего не колется Ни аж что не режется И даже этот дурацкий шестиболтовый бридж Который я не люблю С глутными витажными седлами Тоже из него что-то торчит Но особо так сильно не царапается Кровью я не истек Играя на этой гитаре Резюмира Хороший инструмент 4 с минусом Только за то что Производитель явно Пожмотился На хорошие звукосниматели Здесь стоят какие-то непонятные Нонеймовские Собственно Собственно Нонеймовские китайские звукосниматели И нонеймовская китайская фурнитура В остальном же Гитара легкая Удобная Для начинающих Точно я ее могу порекомендовать Для продвинутых юзеров Наверное рекомендовать не буду Возьмите себе японца С вами был Иван На моем канале еще можно Посмотреть множество Интересных гитарных видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok